Здорово, это Шамшурин и тема про онлайн-знакомство, про убеждения, которые ничего не имеют общего с реальной жизнью. Значит, один чел пишет такое. Я абсолютно искренне заявляю, что гораздо лучше найти себе пару на сайте знакомств, поскольку они именно для этого и созданы. На улице ты вмешиваешься в личное пространство девушек, про тебя могут подумать плохое окружающие, тебе могут отказать. И это самое страшное. Также у нее может быть парень или муж, а на сайтах знакомств сидят именно те, кто интересуется знакомствами. Абсолютнейший, полнейший бред и пример того, когда человек, не имея выбора, вынужден довольствоваться только тем сбродом, который сидит на сайтах знакомств. И таким образом он сейчас максимально рьяно пытается защитить вот это вот свое вот это видение мира, потому что если вдруг он в нем разочаруется, то будет очень плохо, он будет сильно переживать. Значит, сайт и знакомств созданы изначально именно для того, чтобы знакомиться. Но по итогу мы видим другую картину. Процентов 20 женщин там нормальных. Остальные это мошенницы, консуматорши, шлюхи, эскортницы, какие-то менеджеры клубов для знакомств, которые завлекают туда мужчин. Какие-то женщины, которые приглашают вас в кафе, предлагают вам купить билеты в театр, сами не приходят в кафе. Они там заводят мужчин в какие-то подвальные кафешки, где бокал вина стоит там 7 тысяч рублей и разводят их на деньги, а эти додики даже не могут слова сказать. То есть это уже отдельная история. Я реально понимаю, что сайт и знакомств оказывается сделаны не для знакомств, а вот для всего этого сброда, для всей этой шалупени. Таким образом, сейчас кандидатур, которые нормальные, подходящие вообще для общения, знакомств, для секса, для семьи уж тем более, на сайтах знакомств, я думаю, не более 20% от общей массы. А что касается офлайна, на улице, в метро, в пробке, в магазине, гораздо больше шансов встретить нормальную обычную женщину, понимаешь? Не экскортницу, не консуматоршу, не мошенницу, не проститутку, не кого-то еще. Да, есть иллюзия, что на сайте знакомств они больше предрасположены к знакомствам. Много ты там назнакомился-то нормально вообще? Много у тебя результативных каких-то знакомств и свиданий с сайта знакомств? Лучше подходить офлайн, да, вроде бы человек может быть не расположен, как тебе кажется, но зато как бы качество этого контингента будет намного лучше, потому что концентрация вот этих всех, хрен пойми, мошенниц и консуматорш на сайтах знакомств просто в миллиарды раз больше, чем где-то просто на улице. Поэтому это еще очень спорный вопрос, где контингент лучше, где он более готов к знакомствам. Плюс на улице к вам всегда будет больше интереса. Да, то есть сложнее себя преодолеть, но как бы вы же очкуны, поэтому вам сложнее себя преодолеть. Кто не очкует, тому несложно. Вернее, кто очкует, но делает, потом его отпускает и ему становится несложно. Это не так страшно, от этого еще никто не подыхал. На улице вам проще заинтересовать девушку, потому что вы подходите, это уже смелый такой решительный шаг. Вы видите там невербалика, голос, то есть вы задействуете все свои какие-то, скажем, рычаги заинтересовывания. А на сайтах знакомств, вот если девушка красивая, ей человек по 40 в день пишут, о, какая вы, боже, на задних лапках. Естественно, что любая какая-то даже серая мышь, она там возгордится, ее вот этот, как вы любите говорить, ЧСМ, он просто взлетит вот так вот на воздух. Поэтому там намного сложнее зацепить девушку чем-то и пойти с ней на контакт. Тем более большинство из вас общаться не умеет ни там, ни там. На улице он пишет, вы вмешиваетесь в личное пространство девушки. Ничего плохого в этом нет, потому что как-то наши родители знакомились, вмешиваясь в личное пространство. Поверьте, это только за радость для девушки, которая идет вот так вот и к ней подходит мужчина и каким-то образом говорит ей, что она красивая, какие-то комплименты. То есть любая нормальная, адекватная, здоровая женщина, она будет рада тому, что вы, как ты говоришь, вмешиваетесь в личное пространство. Если она какая-то ебнашка, то, наверное, такая тебе и не нужна. Таких на сайтах знакомств еще больше. Опять же, это все придумано этим человеком и такими вот, как он, с икунами, которые не могут себе позволить уличного знакомства. И они будут с пены у рта сидеть доказывать, что да нет, да это лучше, да сайте знакомств и так далее. Также они не могут себе позволить, там, купить хорошую тачку. Они будут говорить, что русская вот эта говнолада, она лучше, чем вот, потому что это вот дешевые запчасти там и так далее. Также они будут говорить, а зачем мне ехать платить за бизнес-класс за перегородку? Это я что, дурак, что ли? Потому что они не могут себе этого позволить. Они будут всячески защищать то дерьмо, в котором они живут. Но это как бы биологический, обычный, такой, естественный момент. Но они не могут из него выйти, чтобы из него выйти, надо это осознать. А если ты это осознаешь, это будет неприятно сначала, но потом будет рост. Тем более, если знакомиться правильно, как я показываю на своих тренингах и мои коллеги, плавно, особенно, если ты взрослый мужик, интеллигентный, не набрасываясь на нее, там, здравствуйте, а просто спокойно, с достоинством, реакция на тебя будет максимально положительная. Про тебя могут подумать плохо окружающие, и тебе могут отказать. А это самое страшное. Я надеюсь, ты там не обосрался от страха, пока это писалось. Если обосрался, вот так вот потряси ногой, вытряхни, ну и, собственно говоря, иди помойся. А что именно из этого самое страшное? Первое или второе? Если ты так сильно зависишь от страха социальной оценки, ну, к сожалению, тогда вынужден констатировать факт, что ты так и останешься в жизни, ну, мягко говоря, неуспешен. То есть ты ничего в жизни своей не сделаешь хорошего, и ты будешь на том же уровне, как и сейчас. Я не знаю еще ни одного спортсмена, бизнесмена, политика, там, коммерсанта, писателя, не знаю, художника, кого угодно, кто бы сильно зависел от страха оценки и из-за этого ничего не делал. То есть эти люди, как правило, очень яркие, и тебе кажется, что ну вот им просто плевать на мнение окружающих. Нет, им не плевать. Большинство из них реально поначалу очень сильно зависело от этого мнения, очень сильно боялось этого мнения окружающих. Просто они решили, что они хотят большего, и они решили себя преодолеть. И взять, и получилось. То есть когда-то в какой-то момент тебя отпускает, становится легче, легче и легче. Но если так сильно зависеть от страха социальной оценки, что, говорить, это самое страшное, ну, ты обречен. Потому что ты всегда в мире, в жизни будешь кем-то оцениваться, даже там, вольно или невольно. То есть если от этого так зависеть, ну, тогда лучше сидеть дома, закрыв голову руками. Причем мой тренинг-практика, это один из лучших тренажеров по купированию или вообще убиранию на 100% страха социальной оценки. Потому что там соприкасаешься с женщинами. То есть ты все время думаешь, что обо мне подумают они, окружающие и так далее. И это отлично позволит тебе проработать и убрать этот страх. А когда ты его убираешь в вопросе с женщинами, он у тебя убирается и в других каких-то аспектах. И это помогает тебе добиваться больших успехов в жизни. Если для тебя самое страшное, что тебе могут отказать, то это очень печально. Любой человек, ему неприятно будет получить отказ. Но ты, если говоришь, что это самое страшное, поздравляю тебя. У тебя просто какое-то невротическое расстройство. И твои родители вырастили тебя так, что они не подготовили тебя к жизни. Потому что особенно мальчика надо растить стрессоустойчивым. Потому что способность нормально переносить отказы, слова нет. Какие-то там неурядицы, неудачи в жизни. Это один из ключевых навыков для мужчины, в принципе, для любого. А уж тем более, если ты хочешь быть успешным по жизни в какой-либо сфере. Ты реально будешь постоянно получать отказы. Если эти отказы тебя настолько сильно травмируют, ну, очень печально, что могу тебе сказать. Если уж вы выросли таким человеком, что отказы для вас это очень страшно. Вы просто обязаны себя погрузить в эти отказы с головой, чтобы быстренько их проработать. И чтобы они не мешали вам жить. Потому что я вообще удивляюсь, как можно жить с такой какой-то фигней в голове, когда для тебя настолько печально и страшно выглядит любой отказ. И готовность к отказам, еще раз, и к слову нет, это один из ключевых навыков для успеха в любой сфере жизни. Дальше. Также у нее может быть парень или муж. Этот текст лишний раз доказывает, что сайты знакомств это такая иллюзия легкости, которая придумана для таких вот несмелых мужичков, неготовых к дискомфорту, к преодолению себя, к конкуренции, к потенциальным конфликтам. То есть ни к чему не готовых, таких вот теплых, домашних. Но такие мужчины неинтересны женщинам. С биологической точки зрения и не обладая навыками знакомства оффлайн, вы лишаете себя где-то 80% нормальных женщин, трафика из нормальных женщин. Знакомясь только в онлайне, вы получаете где-то только 20% адекватных женщин. И опять же, там намного сложнее этих женщин заинтересовать. То есть вы вынуждены довольствоваться отбросами. Не обманывайте себя. Я здесь для того, чтобы сковырнуть вашу боль и напомнить вам, что вы опять в очередной раз себе просто пи***дите. А вы очень любите это делать. Это ваше любимое занятие. Поэтому вы находитесь сейчас в той жизненной ситуации, в которой вы находитесь. И ничего не изменится, если не быть с собой честным. Потому что сильным людям, которые способны себя преодолеть, заставить, идти в какую-то конкуренцию, в конфликт, всегда достается все самое лучшее. Всем, кто сидит, боится оторвать свою жопу в комфорте, вам достаются только отбросы. Это закон жизни. Самым сильным достается все. Слабакам не достается ничего, либо какое-то дерьмо. Если вы где-то в каких-то сферах слабые или недостаточно сильные, есть отличный способ натренировать в себе вот эту вот стойкость. К отказам, к социальной оценке и так далее. Это мой тренинг-практика. И как приятный побочный эффект будет, наконец-то вы обретете позицию сверху в общении с женщинами. Выбор этих женщин. Секс у вас появится регулярный. И, собственно говоря, вы сможете найти себе нормальную женщину. С 29 апреля по 2 мая. Майская практика. В Москве. Приходите. Мы поменяем вашу жизнь. И, наконец-то, вы отрастите себе яйца, которых многим из вас в каких-то жизненных вопросах так сильно не хватает. Ссылка здесь под видео.